Фантазия человека способна порождать целые вереницы новых миров, так похожих на наш, но все же сильно от него отличающихся. Будто сквозь порталы мы попадаем в них через книги, фильмы или игры. Эти миры живут по своим правилам, отличным от наших. И в них существует множество своих, тайных и интересных явлений, которые можно изучать. Именно этим мы и займемся. Добро пожаловать в архив Мистериума. Без сомнения, женицы – самые загадочные и непостижимые существа во вселенной. Их могущество и возможности не поддаются нашему пониманию, а любые попытки понять их мышление обречены на провал. Бессмертная разумная машина, существующая уже более двух миллиардов лет за пределами понимания органиков. Любое сопротивление им обречено. Железной поступью они безжалостно пройдутся по галактике, перерабатывая развитые цивилизации в своих сородичей. И эта переработка – единственная возможность защитить расу от полного исчезновения. Уже миллиарды лет женицы ищут решение вопроса темной материи, разрушающей галактику. Решение, которое до сих пор так и не найдено. За столь долгий срок они не нашли альтернативы. Ровно до того момента, как люди не проявили себя. Зная все это, зная насколько эти создания непостижимы, галактике трудно было поверить в их существование, что также шло на руку жнецам. Без сомнения, их план включал в себя множество таких элементов. Зачем слать в бой армаду жнецов и рисковать, если можно просто потолкнуть цивилизацию к саморазрушению, ослабить хитростью или же попросту запугать? Жнецы не стеснялись использовать страх как оружие, ведь хотя сами они его не ведают, они прекрасно понимают, насколько органики от него зависят. Они безусловно осознают, что их могущество и непостижимость внушает этот самый страх, заставляя целые цивилизации приносить им жертвы как богам, сдаваться без боя или, возможно, даже переходить на их сторону в борьбе с другими органиками. Могущество и непостижимость – вот два столпа, на которых держится немалая часть плана жнецов. И они слишком разумны, чтобы не понимать этого. Едва ли они, конечно, всерьез верят в свое поражение, но вряд ли также они и вовсе исключают эту возможность. Тем более, что прецеденты уничтожения жнецов были, и, возможно, их было больше, чем можно себе представить. А ведь это и есть настоящее поражение для них. Может, они не верят в то, что их вид прекратит существование, однако, даже имея в теории резерв ДНК всех собранных ими цивилизаций, гибель каждого жнеца идет вразрез со смыслом их существования – сохранять органиков. Эта задача стоит у них наравне с поиском альтернативы нулевому элементу, а значит, они не будут внушаться никакими средствами к ее достижению. Безусловно, разум жнеца непостижим, однако очень сложно не заметить в каждом из них некую толику примитивнейших черт, самое видное из которых – непробиваемая уверенность в собственном превосходстве над остальными. Без сомнения, на то есть веские основания. И все же одно дело, когда неизведанное существо, уничтожающее цивилизации миллиарды лет, говорит себе о том, что ты обречен, и совсем другое, когда то же самое говорит умирающий после попадания орбитальных орудий жнец, все еще уверенный в их общей неуязвимости. Жнец, прекрасно знающий о погибшем им шаи, об уничтоженном Назара и, возможно, тысячах других стертых с лица галактики представителей его расы. Да, жнецы самоуверены до невозможности, но они не глупы. Скорее всего, они прекрасно понимают, что их устрашающие речи изыждятся не только на фактах, но и на их браваде. Неуничтожимых жнецов на деле можно уничтожить, а непостижимые тайны их бытия постигаются командой Нормандии в течение нескольких месяцев. И они прекрасно осознают это. Осознают, что далеко не все идет по плану. И, возможно, они осознают также и то, что те самые планы уже в который раз придется менять на ходу, как это было в случае с протеанами, оказавшими серьезное сопротивление. Разговор Шепарда с Властелином на Вермайере был не первым контактом древних машин с человеческой расой, но именно этот диалог может показаться особо интересным. Точнее, монолог. То, что говорит Шепард, не важно. Важно то, что хочет донести до него Властелин. И, пожалуй, здесь показательна каждая фраза. Ведь обработка Героя Галактики вербально началась уже тогда. Безусловно, к моменту встречи с Шепардом Властелин уже оценил его действия. И хотя на тот момент они вряд ли были впечатляющими по меркам женица, все же Назара не мог не отдать ему должное. А Если подумать, зачем существующим миллиарда ля существам, без проблем уничтожившим сотни тысяч самых разных цивилизаций, так распинаться? Я властелин, я жнец, столь умный, что вам не понять. Не все ли равно, что о них думают очередные органики, чей удел уже предрешен? Какой смысл в этих речах? Разве что уже на тот момент человеческая раса признана жнецами как потенциально полезная, а Командер Шепард одним из наиболее выдающихся её представителей. В таком случае, конечно, лучше уже сейчас начинать стращать будущую надежду цивилизации разумных машин. Реапер, а лабель created by the Protheans to give voice to their destruction. In the end, what they chose to call us is irrelevant. We simply are. Organic life is nothing but a genetic mutation. An accident. Your lives are measured in years and decades. You wither and die. We are eternal, the pinnacle of evolution and existence. Before us, you are nothing. Your extinction is inevitable. We are the end of everything. Эта часть продолжает нагнетать атмосферу, показывая превосходство жнецов над органиками. Притом, пусть собравшаяся компания этого не знает, но как-то неубедительно выглядит вершина эволюции, терпящая поражение от тех самых органиков время от времени. Однако на данный момент никому из присутствующих, кроме, разумеется, властелина, это неизвестно. Обратить внимание на самом деле стоит на фразу «Мы – конечная цель всего». Зачем это было сказано, если это откровенная ложь? Конечная цель всего – это нахождение альтернативы нулевому элементу и, возможно, также возрождение всех собранных цивилизаций и возвращение к мирному существованию. Жатва – это лишь временное решение, инструмент, а не конечная цель, и жнецы не могут этого не понимать. Тут одно из двух. Либо Назара врет Шепарду и команде, что, в общем-то, не ноу для жнецов, либо он сам не верит в достижимость их конечной цели. Даже если он не ощущает времени, то он, вероятно, понимает, что такое 2 миллиарда лет, и что для таких сверхразумных существ, как они, это вполне достаточный срок, чтобы хотя бы приблизиться к решению проблемы. Если же он просто врет, то какой в этом смысл? Что должен усвоить из этой лжи Шепард? Что они просто так убивают всех, потому что они выше? Это расходится с тем, что они будут говорить ему потом. О том, что они – их спасение, что они сохраняют расы, а не уничтожают их. Если учесть, что командор уже с этого момента должен начать идти по направлению к мысли о необходимости жатвы, то нет нужды сразу же на корне угробить эти усилия, заявляя, что гибель придет лишь потому, что органики, оказывается, имеют слабости. Будто бы жнецы их не имеют. Какая ирония, не правда ли? Уж не жнецам говорить о самоуверенности, коей они преисполнены. Если их самоуверенность порождена явно не невежеством, то чем? Отчаянием перед неуполнимостью поставленной задачи. То есть как угасают? Во-первых, они попросту уничтожаются жнецами. Едва ли множество первородных рас вымерли сами еще до создания первого жнеца. Во-вторых, эта речь все так же пытается показать Шепарду превосходство их цивилизаций жнецов над органической жизнью, но уже более аккуратно. Лишенные души и эмоции жнецы, вероятно, искренне считают, что все органики мечтают о подсутствии таких, с их точки зрения, слабостей. Здесь Назара прямо раскрывает детали их плана. Видимо, он знает, что на данный момент Шепарду еще попросту не хватает детали мазаки, чтобы сложить полную картину, а также ресурсы, чтобы начать действовать. И то, и другое у него вскоре появится. Ни для кого не секрет, что именно призрак создал для Шепарда удобные условия для действия. И также ни для кого не секрет, что уже тогда призрак вовсю вырабатывался жнецами. То есть, хоть и не был их прямым агентом, но все же находился в сфере их осторожного влияния. Вероятно, именно исследуя жнецов для призрака, Шепард должен был собрать картину воедино так, как это нужно было жнецам. Иллас внес раздор в их планы, ведь о нем жнецы попросту не знали. Так Шепард получил важную информацию раньше времени и в неправильной для плана жнецов подачи, что и привело в итоге к гибели властелина и необходимости предвестника браться за дело самолично. И едва ли старейший и мощнейший жнец стал бы тратить время на возню с людьми и Шепардом в частности, если бы это не было так важно для их расы. Вы прекратите существование. То есть, умрете. Нет, конечно, властелин явно адаптирует события под понимание слабого человеческого разума, однако опять встает вопрос о целесообразности употребления таких слов. Так они сохраняют расы или убивают их? Или же Назара действительно не верит во всю эту затею? Во всяком случае, из этой фразы становится понятно, что жнецы прекрасно осознают, что их жатва и сохранение для органиков является обычной смертью. Не то чтобы это раньше не было ясно. Уже скоро события покажут, что слабости у жнецов есть, и их немало. Да, каждая из них – это цивилизация, независимая и свободная. До каких пределов независимая и свободная? Имеет ли каждый жнец собственный взгляд на смысл их существования и действия в галактике? Вполне возможно, что да. И не исключено, что властелин, работая на общую идею, считает конечную цель жнецов несбыточной. Однако нет ни одного зафиксированного случая бунта жнецов. Скорее всего, его никогда и не было, ведь сколько бы они ни заявляли о своей свободе и независимости, они очень даже зависимы. Зависимы от поставленной цели. Иначе стали бы они более двух миллиардов лет так скрупулезно пожинать одну цивилизацию за другой. Это не первая и не последняя ложь жнецов. В них нет начала, однако они были созданы еще в первый цикл руками левиафанов, заигравшихся в могучих правителей галактики и поплатившихся за это. У них нет конца, однако время от времени какая-нибудь законсервированная жнеца раса гибнет. Но здесь и сейчас Шепард должен усвоить иное. Он должен понять, что сопротивление бесполезно. Назар рассказал ровно столько, сколько было нужно согласно их плану. Шепард узнал то, что дополнит картину событий до определенных установленных жнецами границ. А дальше будет Илос, и жнецы со всей их бравадой начнут казаться уже не такими неуязвимыми и пугающими, какими хотели бы, особенно для командора Шепарда. Их план сорвался, однако очень скоро они найдут к человечеству их героям иной подход. Однако остается незакрытым один важный вопрос. Действительно ли все жнецы верят в необходимое стремление к поставленной задаче? Судя по Назаре, вполне возможно, что не все. Бесконечно долгие даже для жнецов поиски так ни к чему и не привели, и только лишь один механизм работает безукоризненно, защищая галактику от уничтожения. Жатва. И поэтому цикл продолжится. Субтитры создавал DimaTorzok